Я помню, когда читал книгу Ионы впервые в своей жизни, много лет назад помню, меня удивило, как в конце этой книги Бог говорит Ионе, да, «Мне ли не пожалеть Неневию великий город, в котором находятся 120 тысяч человек, не могущих отличить правую руку от левой?» Я так думаю, ничего себе, что за люди там живут? Правую руку от левой не могут, что какие-то глупые люди? Потом, когда прошло время, я вдруг осознал, тут вообще это не особенность Неневии, это вообще любой страны, любого города касается. Огромное количество людей, которых можно убедить, что в чем хочешь, потому что они право не отличают от лева. И этим, к сожалению, пользуются, да, без глупца, и жизнь плоха. И вот этими глупцами пользуются и говорят там это что-то. И, к сожалению, в церквах тоже подобное происходит. Вот почему очень важно, чтобы каждый, кто говорит к церкви, каждый, кто проповедует церкви, каждый, потому что сколько было, какие-то епископы возникают, он проходит время, этот уже не епископ, он уже вообще неверующий. Думаешь, как эти люди стали так быстро епископами? И так же быстро они вдруг исчезли из всех церквей куда-то. Как такое происходит? Люди, которые реально Бога не познали, уже епископами становятся. Не пережили Господа, не встретились реально с Ним. Хуже всех учат. И важно помнить слова Иисуса Христа. Да, возможно, сегодня о чем бы ты ни учил, кто-то тебя поддерживает. Ну, не могут правой от левой руки отличить и будут поддерживать. Даже то, что не нужно поддерживать. Поэтому важно, я говорю, помнить, Иисус сказал, что кто соблазнит кого из малых сих, лучше бы было камень, помните, на шею привязать и бросить в море. И апостолы говорили, немногие делайтесь учителями, потому что подвергнуться большему осуждению, прежде чем сюда-то выходить, говорить верующим, служителям. Самому нужно понять, самому нужно пережить. Самому нужно через себя это пропустить, чтобы это было слово жизни, а не просто пафосная речь шарлатана. Красивая, может быть, харизматичная. Люди часто не разберут там, где Божье присутствие, или там, где просто человек двигает. Ведь внешне часто наглость, она может быть похожа внешне на смелость, да? А доброта, бывает иногда внешне, похожа на слабость. Часто внешне трудно определить, и люди легко могут быть обмануты. И, к сожалению, огромное количество людей очень легко могут быть обмануты, чем и пользуются, к сожалению. Но те, кто пользуются, должны понимать, что это великая ответственность, и суд будет пред Богом вот за такое, за эти все вещи. Суд будет за это, за эту болтовню с кафедры, за эту билиберду, которая сегодня несется, за эту ложь, которой говорятся, за эти бессмысленные пропади всевозможные, нашпигованные христианской лексикой, христианской терминологией. Бессмысла, без всякого смысла, без всяких плодов, без всяких результатов. Это одна сторона. А есть другая сторона, которая касается слушающих людей, те, кто слушает. И здесь, поймите, когда мы слушаем, у нас опять возникают вот эти два пути. Первый путь – это широкий путь, которым идут большинство людей. Просто слушать и верить всякому слову, которое ты слышишь. О, о, да, о, да, о, вот это. Слушать всему и всему доверять. Не обращать внимания, не анализировать, а какие там плоды – репейник, виноград, терновник, это же тяжело разбираться, что-то думать. Лучше легкий путь. Вот сидеть и все. О, это классно. О, это как эмоционально. О, это как вот, как он уверенно говорит. Как вот, прямо уверенно очень говорит. Наверняка что-то в этом есть. И есть другой путь. Узкий путь. Он трудный путь. Когда ты сталкиваешься с новой информацией, с новой проповедью, с новым учением, с новым каким-то явлением, сейчас какое-то новое пробуждение начинается, все время что-то возникает новое. Попытаться подумать, исследовать это, проанализировать это. как вот делали люди в вере, ежедневно вникая в Писание. Точно ли это так? Болтуны, которые пытаются впечатлять, не любят такого. Они не любят, когда исследуют, не любят, когда проверяют. они все принимают на веру. И поэтому я говорю, есть куча лидеров, и политических, и общественных, и духовных, и религиозных, которые пользуются вот этим эффектом доктора Фокса. и пытаются убедить, в чем хочешь, не приводя никаких аргументов, не приводя никаких доказательств, но просто что-то уверенно внушая людям, достигают результатов. А люди ведомы. Правой руки от левой не может отличать. Ну, наверное, если он так говорит, так и есть. И что там политический лидер впихивает, что религиозный лидер впихивает. Ах, всему доверяют. Всему верят. Но вот разобраться, подумать, это требует усилий. Проверить это. Почему я говорю, мои проповеди так же проверяйте. Вот, приди домой, открой, что? А может, никакого Фокса нет? Для тебя Фокс, это там из места встречи изменить нельзя. Вот он, Фокс. Ты других и не знаешь. Проверь это, точно ли это так. Проверить это. Это путь трудный. К сожалению, им идет всегда меньшинство людей. Хотя нас, Писание, именно и побуждает к этому. Потому что весь Новый Завет, он наполнен словами, что в последние времена, а мы живем в последние времена, будет очень много вещей, связанных с ложью. Лжи апостолы, лжи учители будут, лжи пророки, лжи христы. Это Слово Божие говорит, это будет в последнее время. И чтобы не запутаться, не быть обманутыми, необходимо самому думать, необходимо самому вникать, необходимо самому в этом разбираться. Но Слово Божие нас к этому побуждает. Вот посмотрите, вот 1 Коринфянам, 14 глава, 29 стих. Я прочитаю в современном переводе. «Пророки же пусть говорят двое или трое, а остальные пусть проверяют, что они сказали». Когда мы слышим пророчество, мы должны проверять. Если мы начнем проверять, мы увидим, что 99% тех, кто называет себя пророками, ничего общего с этим вообще не имеет. Я знаю, что часто не нравится, говорят, почему проверять, что Богу не доверяешь, что ли. Но ты не Бог, во-первых. А во-вторых, Слово Божие нас к этому побуждает. Смотрите, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих, знаменитые слова, да? «Духа не угошайте, пророчество не уничижаете, все испытываете хорошего». Что? Держитесь. Некоторые, знаете, люди говорят, «Виктору не верит в чудеса, Виктор пророкам не верит, Виктор в исцеление верит». Я верю в исцеление, я верю в пророчество, я верю в Божие чудеса, я верю в сверхъестественного Бога. Но, поймите, одно дело верить в Бога, а другое дело видеть реальность. Часто есть такие служения не исцеления, «Ой, кто чувствует себя лучше, поднимайтесь на сцену, «Ой, я чувствую себя лучше, ой, я чувствую себя лучше». Да мало ли кто себя почувствовал лучше. Врачи что сказали? Вот заметьте, когда у нас здесь на сцене свидетельство, что после того, как врачи поставили свою резолюцию, человек здоров. Потому что очень часто, «Ой, я чувствую себя лучше», потом этот человек умирает от болезни, о которой он всем говорил, что Бог его исцелил. И проповедники вывернулись, ну, он не удержал исцеление. Он его не удержал, он его не получил. У нас документы, когда вот Лидия вышла после врачей, мы с Лидией говорили, Лида говорит, «Я вот чувствую после молитвы, как будто Бог меня полностью вылечил». И мы говорили, «Ну, нужно, чтобы там симпозиум врачей, они дали свою резолюцию». Так же было Лидия, да? И после того, как врачи подтвердили то, что Лидия почувствовала после молитвы верующих за нее, они подтвердили, что да, ей больше препаратов принимать не нужно. После этого, Лида, ты вышла и всем рассказал. Так же было у нас. Так же было у нас с Сашей, со всеми людьми, которые здесь рассказывали, у нас Бог делает чудеса. Ну, там где-то больше делает. Я не видел ни одного места, где больше. Вот 30 лет служу Господу. Там, что на сценах рассказывается, это одно. Но когда начинаешь проверять, возникает совершенно другое. Как будто мы за Бога переживаем, мы хотим Богу помочь как-то. Вот у Него... Но Бог не нуждается в нашей помощи, понимаете? Не нуждается в нашей помощи. Поэтому нормально, когда мы испытываем, проверяем исцеление, проверяем чудеса, проверяем пророчества, проверяем... нас этому побуждает Слово Божье. Потому что есть немало вот этих шарлатанов, вот этих христианских докторов, фоксов, актеров обычных, которые просто производят впечатление. А мы всему верим. Мы доверяем всем этим проповедникам, этим епископам, этим апостолам. Хотя Слово Божье нас предупреждает, что в последнее время будет много лжи этого. И все эти лжи апостолы, лжи пророки, они, конечно, нервничают, когда что-то начинаешь проверять. Но, как сказал Бог Киевской церкви, да, и испытал тех, кто называли себя апостолами, но которые не таковы. И нашел, что они лжицы. И таких очень сегодня много. Которые лжицы. Которые лжицы. И мы живем, дорогие, с вами в такое время, когда информация на нас спадает со всех сторон. Если раньше была проблема на информацию, сейчас проблема в ней разобраться. И для этого нужно думать. Для этого нужно размышлять. Для этого нужно исследовать. Я понимаю, что меньшинство выбирает этот путь. А большинству это не надо. Они лучше будут кричать со всеми, шуметь со всеми, бегать со всеми, как вот жители Фессалоник. Но это большинство, этот широкий путь, как Иисус сказал, он ведет в погибель. Но есть узкий путь. Личного поиска, личного размышления, личного исследования. И сегодня, дорогие, послушайте, нам это нужно как никогда ранее. Потому что это последние времена, это будут времена, как Библия говорит, большого обольщения, большого овмана, которым будут увлечены в том числе и избранные. То есть дети Божьи, верующие. Музыка. Музыка. Продолжение следует...